девчонки всем привет сегодня будет видео из рубрики полезная я когда разбиралась своих закромах нашла две вот такие вот кисточки синтетическую кисть рублев единичку и какую-то кисть с алиэкспресс которую я почему-то захотела использовать сейчас для полигеля у нее хорошая наполненность то есть она такая плотная и будет хорошо работать но посмотрите какая она у меня стала то есть она у меня полностью задубела полностью испачкалась материале первое что мы делаем это конечно же очищаем ручку нашей кисти так как кисти у меня валялись где-то в непонятном каком-то месте не понимаю почему я перестала их использовать наверное потому что не знала как их правильно размягчить в общем почему-то так случилось что ими я пользоваться перестала и тут я посмотрела и поняла что кисточки неплохие и попробуем мы с вами сегодня их вернуть к жизни берем вот такую вот помпу и нашу кисть и накачиваем туда жидкость обезжириватель или в моем случае это спирт и начинаем потихоньку отжимать ее первое что скажу уже несколько кисточек я вернула к жизни таким способом но знаю что не каждую кисть получится исправить например эту кисточку исправить не так уж сложно потому что в ней просто забился материал он не заполимеризовался но она стала очень-очень тугая то есть работать ей невозможно и поочередно мы наполняем кисть жидкостью и очищаем самое главное это не нужно портить ворс то есть не нужно ее гнуть очень сильно или в разные стороны чтобы ворс распрямлялся вы должны просто наполнять кисть жидкостью и вытирать об салфетку чистую посмотрите и еще иногда вот так вот отжимать полностью всю жидкость выравниваем и формируем ворс и следующая кисточка это рублев синтетическая единичка с ней уже все намного сложнее у нее ворс повредился то есть он загнулся наверное пока он лежал у меня где-то в боксе он у меня впечатался то есть обязательно храните кисточки в колпачках следующим нашим этапом после промывки это мы берем каучуковую базу и начинаем вот таким вот образом формировать ворс делать его более мягким то есть мы его напитываем пропитываем и все равно потом обтираем посмотрите какая кисточка стала мягкая эластичная волосок к волоску эту кисть я исправила буду ей работать гелем не люблю работать квадратными кисточками но для акригеля полигеля эта кисть отлично подойдет я считаю в общем его я вернула к жизни мне очень понравился результат ну а с этой кисточкой все не так уж просто сколько бы я ее не крутила посмотрите прокручивающими движениями кисть я кладу параллельно ворсом я не тыкаю и прокручиваю прокручиваю и конечно же обтираю об салфетку но все равно до конца такой какой она была она у меня не стала наверное я ее выстрогу для вензелей потому что боковые волоски все равно топорщица все равно торчат то есть с этой кисточкой соли у меня все получилось чудесно прекрасно ей я буду пользоваться ну а кисть рублев так мне не получилось до конца сделать то что я хотела посмотрите она уже намного лучше конечно же ничего не торчит в бок но все равно некоторые волоски выбиваются ей можно либо выполнять какие-то рисунки тем более что она не тонкая либо вот выстричь ее под вензеля потому что центральные волоски у нас выровнялись не выровнялись только боковые в общем кому видео понравилось кому видео было полезным ставьте пальчики вверх подписывайтесь на мой канал с вами была таня всем пока